Братья и сестры, я вас всех приветствую. Мир вам. Мы с вами продолжаем изучение послания к Ефесянам. И мы сегодня продолжим изучение 4 главы послания к Ефесянам. 4 глава. Наше изучение мы с вами начнем с стиха 7. Но вот чтобы не потерять мысль апостола Павла, мы прочитаем с начала главы 12 стихов. Итак, послание к Ефесянам, 4 глава, 12 стихов. Но вот наше изучение мы начнем с 7. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не сшедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Ну вот, чтобы как-то нам подойти к седьмому стиху, несколько мыслей напомнить. Вот контекст, о чем говорит апостол Павел. Четвертая глава – это вторая часть послания к Ефесинам. Если первая, она была сосредоточена о том, что сделал Бог, где Павел очень много говорил о спасении от Господа, то вторая часть – это уже то, что это наша реакция. То, что мы теперь с вами, как мы учимся жить в свете того, что сделал Бог. И мы как-то говорили с вами, что это то, что можно назвать грамматикой Евангелия. То есть невозможно нам с вами жить, невозможно что-то делать без прежде того, что сделал Бог для нас в нашей жизни. В первом стихе можно обратить внимание на вот это вот выражение, вот призыв Павла – поступать достойно звания, в которое вы призваны. Звания, в которые вы призваны. Очень интересное действие Бога напоминает Павел всем верующим. Действие Бога, без которого невозможно стать спасенным. Невозможно прийти к вере, невозможно познать Бога. Это действие называется призыв, когда Бог призывает человека. И вот в этом послании можно обратить внимание, посмотрите, четвертый стих, еще встречается это действие Бога. «Вы призваны к надежде». В первой главе точно так апостол Павел говорит, «Дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его». Надежда – призвание Его. То есть он как бы подчеркивает вот одну грань призвания. Бог призвал нас к тому, чтобы у нас была надежда. Но еще, оказывается, Бог призвал нас к тому, чтобы у нас был определенный образ жизни. И вот об этом образе жизни Павел говорит в первых стихах. «Что значит поступать достойно?» И вот второй и третий стих, они говорят о том, что в чем достоинство жизни, достоинство призвания. Оно в том, чтобы иметь смиренно-мудрее, кротость и долготерпение. И вот с этими качествами снисходить друг к другу любовью и стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. То есть вот когда мы с вами живем достойно, поступаем достойно звания, в которое мы призваны, когда мы снисходим друг к другу любовью и когда мы стараемся сохранять единство Духа в союзе мира, вот тогда мы с вами достойны нашего звания. Следующий отрывок – это с 4 до 6 стиха. Ключевое слово этих шести стихов – слово «один». Повторяется семь раз. Четвертый, пятый, шестой стих, три стиха – слово «один» повторяется семь раз. Очень интересно Павел рассуждает. Три раза слово «один» повторяется по отношению к каждому лицу Троицы. Давайте посмотрим. Один Дух, четвертый стих, говорится о Духе Святом. Пятый стих – один Господь, имеется в виду Господь Иисус Христос. И шестой стих – один Бог Отец. То есть в этих трех стихах трижды апостол Павел обращает внимание на Бога и обращает внимание на триединого Бога – Бога Духа Святого, Бога Иисуса Христа и Бога Отца. То есть три раза по отношению к каждому лицу Троицы. Далее слово «один» открывает четыре аспекта спасения Бога. Четыре аспекта спасения Бога. Одно – тело, одна – надежда, одна – вера и одно – крещение. То есть сначала есть один Бог, и затем есть четыре аспекта одного спасения. Для чего Павел пишет и рассуждает вот так? То есть почему вот ему нужно начать вот практическую жизнь нашу именно с этого? Это делается с целью, чтобы в нас с вами, нас с вами побудить к смирению и любви, которые способствуют единству. То есть он рассуждает и говорит, посмотрите, вот какое единство в том, что сделал Бог – Отец, Сын и Дух Святой. Посмотрите, какие аспекты его спасения. Вот и теперь часть нашего призвания, как написано в третьем стихе, стараться сохранять единство Духа в союзе мира. То есть это призыв к нам с вами. Это очень важная, очень интересная деталь вообще нашей с вами жизни, жизни Церкви. Оказывается, не мы с вами создаем единство. Единство, оно уже создано. Единство Церкви, единство верующих – это то, что творит Господь Бог. И все три лица Троицы, вот как мы с вами посмотрели вот в этом отрывке. То есть единство, оно уже создано. Наша ответственность в третьем стихе – сохранять это единство. И дальше, если Господь даст, мы с вами пойдем дальше. В тринадцатом стихе мы должны достигать единства. То есть это очень интересная мысль, которую прослеживает апостол Павел. Вот единство есть, оно создано Богом. Это не мы его создаем, не люди создают единство. Единство уже создал Бог. А наша с вами задача – сохранять это единство и достигать этого единства. То есть это наше призвание – сохранять единство. Это наша с вами задача. И вот когда мы с вами читаем другие тексты Писания, как это возможно – сохранять единство. Единство возможно сохранять не продвижением себя, а наоборот – отречением от себя. Вот Павел апостол учит, что ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по свиренномудрию почитайте один другого высшим себя. То есть только так возможно достигнуть единства. Ну вот теперь седьмого стиха, немножко дальше. То есть, ну вот как-то, чтобы мы с вами проследили, о чем говорит апостол Павел, а не потерять его мысль. Вот тогда она немножко ярче становится, глубже, и как-то еще интереснее. А теперь вот седьмого стиха наше с вами рассуждение. Вы знаете, вот этот вот отрывок, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. И дальше – это тоже еще один аспект единства Церкви. Еще один аспект единства Церкви. Это очень интересное единство. Это единство, которое создается разнообразием даров верующих. Единство Церкви, которое создается разнообразием духовных даров верующих. Вот мы с вами прочитали одно тело, но в этом теле каждому из нас апостол Павел говорит дана благодать по мере дара Христова. Мы с вами верим в одного Христа. Нас с вами объединяет один дух, напоенный одним духом. И у нас есть один Отец. Но каждый из нас получает особую благодать. Каждый из нас получает особую благодать. Ну, в смысле, подарок от Христа, дар от Христа. Вы знаете, есть вот такое понятие, как спасительная благодать. Это та самая благодать, которая спасает грешникам. Но дары – это тоже благодать Бога, которая помогает народу Божьему служить. И дается каждому в различной степени по мере дара Христова. И это тоже вот аспект единства Церкви. То есть, единство Церкви в таком вот разнообразии даров возможно единство благодаря вот этой вот благодати Господа. Хорошо? Каждому христианину дается особый дар благодати для пользы Церкви. Давайте вспомним некоторые тексты. Апостол Петр, его первое послание, 4 глава, 10-11 стих. Посмотрите, как похожий призыв апостола Петра. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков». То есть, о единстве Церкви в разнообразии говорит не только апостол Петр, но вот апостол Петр – очень похожий текст. Далее, посмотрите, апостол Павел немножко объясняет, откуда к нам пришли дары и почему они к нам пришли дары. То есть, почему сегодня Церковь, она обладает духовными дарами, верующие люди, почему обладает. Апостол Павел объясняет это. Восьмой стих. «Поэтому и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Ну, вот из послания Павла мы с вами очень хорошо понимаем, да, что он очень-очень хорошо знал книги Ветхого Завета. И он понимал, знал не только вот, ну, как они читаются, он знал значение. И вот как апостол, как человек, которому Господь открыл по-особому истину, он теперь мог видеть исполнение многих текстов Ветхого Завета. А вот это вот, восьмой стих, это цитата из Псалма 67. Псалом 67, где написаны следующие слова. «Ты вошел на высоту», говорится о Боге, «пленил плен, принял дары для человеков так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога». Вот 67 Псалом – это воззвание к Богу, это вот просьба псалмопевца к Богу, чтобы он пришел, избавил и укрепил свой народ, как когда-то было прежде. Как когда-то вот триумфально Бог шел впереди своего народа после исхода, когда земля тряслась на горе Синай, и цари разбегались от этого народа. То есть вот таким вот образом, в этом 67 Псалме, вот человек открывает свое сердце Богу, говорит, «ты вошел на высоту, пленил плен и дал дары для человеков». И вот апостол Павел увидел, что вот этот вот текст, вот это вот воззвание, оно было исполнено нашим Господе Иисусе Христе. Сейчас попробуем порассуждать, как это было исполнено. Я думаю, есть вот такие вот вещи, которые касаются культуры того времени, истории, которые нам не всегда легко понять, о чем говорит апостол Павел. И иногда вот люди, которым писал апостол Павел, они намного лучше понимали вот послание, которое писал Павел. Поэтому вот самая первостепенная задача любого человека, который пытается понять Библию, в первую очередь понять то, что Павел хотел сказать людям, которым он писал, и потом уже делать применение к нашей жизни. Ну вот, я думаю, вот люди, которым писал апостол Павел, они очень хорошо понимали вот эту вот картину, картину человека, который пленил плен и дал дары человекам. Пленил плен и дал дары человекам. Ну вот они жили в такое время, время, когда Римская империя, она расширялась, расширялась, расширялась. И она расширялась благодаря войне, благодаря завоеваниям, благодаря могущественным полководцам, которые впоследствии становились императорами. То есть это были воины, это были воины, это была армия. И вот такое вот было понятие, и сегодня в нашем языке это слово используется, слово триумф. Слово триумф в Древнем Риме, триумф это торжественное вступление в столицу полководца и его войска. Это вступление после окончания Попедоносной войны. То есть если полководца, вот Рим отправлял на завоевание новых территорий, может быть от воевания каких-то территорий, и когда полководец возвращался с победой, вот этому полководцу устраивали триумф. Вот то, что называлось триумф. Это было огромное шествие по определенной части города Рима. Вы знаете, у главнокомандующего была колесница, особая колесница, запряженная четверкой белых коней. Сам главнокомандующий находился на этой колеснице, и на его голове был венок победителя. За главнокомандующим обязательно шло его войском. И вот за войском несли добычу. То есть главнокомандующий, потом его войско, и потом несли добычу. Это могло быть золото, это могло быть оружие, это могли быть изображения покоренных земель и городов, а потом вели и пленных людей. То есть вели и пленных людей, особенно вели знатных пленников. И когда вот заканчивалась вот эта вот процессия, главнокомандующий, все, что было взято вот вследствие этой войны, он делился добычей со своими воинами. То есть это то, что называлось триумф. Триумф – это когда главнокомандующий входил в город, с победой входил, ему устраивали вот такое вот победоносное шествие, за ним шла армия, потом добыча, пленники. И вот в конце этого триумфа он делился добычей с армией. Давайте еще раз посмотрим восьмой стих. «Вошел на высоту, пленил плен и дал дары человекам». То есть именно в этом смысле апостол Павел говорит нашим Господе Иисусе Христе. У него была победа, был плен, пленные были, у него была победа, и потом он делился дарами с теми, которые принадлежат ему. Это вот такая картина, о которой теперь попробуем понять, что же имеет в виду апостол Павел. Хорошо. Ну давайте некоторые тексты посмотрим, что же за плен, о котором говорит апостол Павел. Послание к Колосинам, 2 глава, 15 стих. Опять апостол Павел говорит следующее, что «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». То есть образ римского полководца-победителя, который выставляет на показ своих побежденных и униженных врагов за колесниц. Оказывается, когда Господь находился на кресте, проходила невидимая для глаза человека борьба. Господь предупреждал об этом. Он говорил, что «ныне суд миру сему, ныне князь мира этого будет изгнан вон». То есть когда Господь находился на кресте, проходила невидимая борьба. И вот благодаря тому, что Христос прошел испытания, прошел мучения и смерть загрешников, сатана был лишен способности теперь уже запугивать и контролировать людей. То есть это говорится о сатане, о его силе. То есть вот эта вот борьба с легионами сатаны еще продолжается и будет завершена только, когда Господь вернется. Но Писание говорит о том, что сила дьявола, она уже сломлена. И это произошло на кресте. То есть на кресте Господь победил дьявола. Далее Священное Писание говорит нам о том, что вот даже когда Господь был на земле, Он предупреждал своих учеников, что когда Он вознесется к Отцу, у Него будет определенная задача. Посмотрите, я думаю, вы вспомните эти библейские тексты Евангелия Теана 14-16. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». То есть Христос предупреждал и говорил о том, что у Него есть задача. Когда Он встретится с Отцом после Вознесения, Он будет просить Его, чтобы Отец дал утешителя, «Да пребудет с вами вовек». Что и произошло в День Пятидесятницы. В День Пятидесятницы Святой Дух сошел на церковь. Именно об этом мы с вами читаем в проповеди Петра, в 2 главе книги Деяния Апостолов, когда он объясняет и говорит, что Он, Христос, быв вознесен десницей у Бога и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы теперь ныне видите и слышите. А теперь через Духа Святого церковь получает дары. Ну вот можно сделать такое предположение, вывод из вот этих вот текстов, что именно День Пятидесятницы – это триумф Христа. День Пятидесятницы – это триумф Христа. Это был такой день, когда Его победа получила общее признание. Чем получила победа это признание? Признание тем, что люди Царства Небесного, люди, которые обратились к Нему, они приняли дары. Христос – победитель, Он прошел смерть, Он воскрес, Он вознесся, и теперь Он Церкви дает дары. То есть День Пятидесятницы – это удивительное свидетельство победы. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Немножко понятно? Хорошо, можем идти дальше. Можно сравнить опять шестой-седьмой стих. Посмотрите, как интересно пишет апостол. Один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Шестой стих, Павел говорит, что Бог – это Отец всех, который превыше всех, через всех и во всех. А седьмой стих начинается немножко по-другому. Каждому же из нас дана благодать. Вот так вот апостол Павел от нас всех переходит к каждому из нас, от единства Церкви к разнообразию Церкви. Единство в разнообразии. Существует только одно тело, одна вера и одно крещение. Но это не бесцветное однообразие. То есть действительно Священное Писание говорит о том, что дары, которые Господь дает членам Церкви, они различны. То есть это не монотонное единство, это разнообразное. Единство в разнообразии. Что же заслужение, которое подчеркивает апостол Павел? Почему для него было важно сказать о Господе Победителе, который дал определенный дар для своей Церкви? Что можно сказать о даре Господа Победителя для своей Церкви после того, как он ушел? Павел говорит нам всего несколько даров в этом отрывке, но они как-то очень интересны, можно увидеть что-то общее. Это будет 11 и 12 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. То есть это дары, которые Павел нашел нужным перечислить. Апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учители. И 12 стих. И для чего? К совершению святых, наделав служение для созидания тела Христова. Очень интересно, очень важно, что воскресший Господь, не только воскресший, а именно вознесшийся Господь, который пребывает на небесах, около Отца, что Он дал для своей Церкви? Он дал дары, которые подчеркивают... Каждое из служений связано с проповедью Слова. То есть для Господа было очень важно для Церкви оставить подарок, дар, чем Церковь живет, существует, развивается, растет, служит. Это служение проповеди, служение Слова. То есть для Церкви это очень и очень важно. Ну, я думаю, интересно будет порассуждать о каждом из этих даров. Первое – это апостолы. Одиннадцатый стих, посмотрите, пожалуйста. И он поставил одних апостолами. Слово «апостол» на языке оригинала имеет очень простое значение. Апостол – это тот, кто был послан. Человек, которого послали на какое-то задание, его называли в то время апостол. Допустим, это могла быть морская экспедиция, и члены этой экспедиции назывались апостолы. Интересно, что в книгах Нового Завета слово «апостол» встречается в трех смыслах. Три смысла встречается в слове «апостол». Первое – очень часто слово «апостол» относится к самому Иисусу Христу. В каком смысле? Особенно в Евангелии Теану мы часто с вами читаем о том, что Христос говорит, что Отец послал Сына. А вот слово «послал» как раз таки это будет слово «апостол». То есть первый и главный апостол – это Господь, потому что Его послал Отец. В своей молитве первосвященнической он говорит следующие слова. Это же есть жизнь вечная. «Да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Послание к евреям мы с вами читаем. Итак, братья, 3 глава, 1 стих. Братья святые, участники в неизбестном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, посланника, апостол. То есть первый и самый главный апостол – это Христос. Почему? Потому что Его послал Отец, и Он должен был передать слово Отца для людей. Это первый смысл, в каком встречается слово «апостол». Далее – это 12 апостолов, которых мы с вами хорошо знаем. То есть люди, которые Господь призвал из числа учеников. Господь их избрал, из своих учеников избрал 12, и Он назвал их апостолами. То есть Господь назвал их апостолами. Он их сам обучал, и Он сам их послал в мир. Вот если помните, вот такая вот деталь, когда открылось предательство Иуды, и вот он вот так вот трагически погиб, ученики согласились с том, что его нужно заменить. И помните, они бросали жребий, и заменили его Матфеем. Скорее всего, вот число 12, сами ученики понимали очень символично важно. То есть для них очень важно было, чтобы апостолов было 12. И поэтому они избрали еще одного человека вместо Иуды. То есть 12 были призваны Христом, унесли служение с определенной властью от Господа. Потом появляется еще один апостол. Это апостол Павел. Давайте посмотрим один текст, как он о себе говорит. Это первое послание Коринфянам, 15 глава, 8 стих. «А после всех Христос явился, и мне, Павел говорит, явился мне, как некоему извергу». Вот в русском языке, если вы читаете по-английски, посмотрите, как интересно написано, в русском языке это изверг, он себя называет изверг или злой жестокий человек. Но вот язык оригинала говорит, что это человек, который не вовремя родился. То есть Павел называет себя и говорит, что явился мне, и говорит, что он был апостол, который не вовремя родился. А если более детально обратить внимание, это текст, тот, которого вытащили. Вот именно так Павел понимал свое обращение. Господь меня вытащил, не вовремя родившийся. Вот так Павел о себе говорил, как об апостоле. Хорошо. Апостол Павел, как другие двенадцати, он имел все признаки апостола. Он видел Христа, Христос ему являлся. Он был послан на служение именно самим Христом. Сам Христос его послал. Его служение подтверждалось чудесами. И его служение было принято остальными двенадцати апостолами. То есть Павела мы в полной мере должны считать одним из апостолов Иисуса Христа. Итак, у нас есть двенадцать, которых избрал Господь. Есть Павел, который был призван позже. Поэтому он говорит, что они вовремя родившиеся. К этому можно еще добавить некоторые тексты, которые включают число апостолов других людей. Допустим, в книге Диани мы читаем апостолы Варнава и Павел. И Варнава называется апостолами. Или в послании Галатам Павел говорит другого из апостолов. Я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. Вот при свитера Иерусалимской церкви Иакова Павел тоже называет апостолами. Варнава и Иаков названы апостолами. Ну, братья и сестры, я думаю, что есть довольно много споров в том, какое число настоящих апостолов. Ну, каким бы ни было количество апостолов в Первой церкви, мы с вами должны понимать, что служение апостолов – это было временное служение. Служение апостолов – это было временное, ограниченное служение. А знаете, вот мы с вами живем в такое время в окружении других церквей, других направлений, других течений. И некоторые течения, они называются исторические церкви, ну, допустим, православная церковь или католическая церковь. И очень часто вот много споров, много разногласий, но один из основных споров разногласий – это апостольское преемство. То есть, допустим, если вот православная церковь или католическая церковь смотрят сегодня на протестантские церкви, Они говорят, что вы потеряли, вы потеряли связь с апостолами. Почему? Потому что они говорят, что наших служителей, священников, рукоположения наших священников можно проследить к Иисусу Христу. То есть они глубоко верят в то, что то рукоположение, которое, ну, избрание Христа апостолов, затем рукоположение священников можно проследить вот в то время, в историю. Что сегодня отвечаем мы, или протестантские церкви, как понимают вопрос апостольского преемства? Знаете, это очень интересно, вот так вот понимают, что протестанты понимают, что для нас не настолько важно придавать значение тому, что церковь имеет непрерывное преемство от апостолов в рукоположении, но очень важно, чтобы церковь была преемницей духа апостолов. Приемницей учения апостолов и жизни апостолов. Что такое апостольское преемство? Это не то, что когда можно проследить рукоположение от священников или служителей церкви к апостолам, а когда церковь, она придерживается учения духа и жизни апостолов. Вот какую церковь можно звать апостольской? Апостольская церковь может называть только ту, которая придерживается учений апостолов. То есть для нас это вот так вот мы понимаем этот вопрос. Хорошо? Еще одно, вот мы все с вами говорим об апостолах. Первое, это Христос назван апостолом. Второе, это 12 апостолов. Еще одно есть значение этого слова, это посланники церкви. Апостол Павел во втором послании к Орифинам пишет следующие слова. Что касается Дотита, это мой товарищ, сотрудник у вас, что до братьев ваших это посланники церкви и слава Христова. То есть люди, которых церковь послала на определенные поручения, их тоже называли апостолами. Ну вот нам теперь нужно разобраться, в каком смысле Павел использует это слово. Поставил одних апостолами. Павел с точностью, с уверенностью можно сказать, что он говорит о 12 апостолах. 12 апостолов Господа Иисуса Христа, которые считаются основанием церкви. В каком смысле они считаются основанием церкви? Братья и сестры, они считаются тем, что это были люди, которые заложили учения. Сегодня, если посмотреть Новый Завет, все книги Нового Завета были написаны апостолами. Ну даже если писал Лука или Марк, они были ученики апостолов. То есть именно в этом смысле мы сегодня с вами стоим на основании апостолов. Почему? Потому что у нас сохранилось их учение. Хорошо? Именно поэтому Павел говорит, что это первое основание – это апостолы. Следующий Павел говорит пророки. Но очень коротко, если можно сказать. Пророк – это человек, который слышал слово от Бога. Может прийти к людям и сказать, так говорит Господь. Это одна из основных функций пророка. Это вестник Божий, который передавал божественные откровения. Опять с уверенностью мы с вами говорим, что сегодня таких людей нет. Нет такого человека, который мог бы прийти в церковь и сказать, так говорит Господь. Почему? Потому что у нас с вами есть Новый Завет. Все, что хотел Господь сказать в церкви, Он сказал в Новом Завете. И поэтому сегодня нет таких людей, которые могли бы слышать слово от Господа, прийти к церкви и говорить, так говорит Господь. Но, братья и сестры, мы делаем очень интересное такое предположение, что в первой церкви такие люди были. То есть поэтому они стоят очень близко всегда с апостолами. То есть это было очень важное служение. И опять, точно так, как служение апостолов – это было временное служение. То есть были люди, которые передавали слово Бога для церкви, а для которых было по-совому открыто это слово. Один пример. Ефесянам 3 глава 5 стих, вот немножко, просто посмотреть. Павел говорит о тайне. Тайна была возвещена, не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта апостолам и пророкам. То есть тайна открыта пророкам. Сегодня вот в этом смысле пророков нет. Почему? Потому что у нас есть Новый Завет. И он закрыт, он закончен. Туда уже ничего нельзя добавлять. Но опять можно вот так вот рассуждать, братья и сестры, что все-таки вот какие-то детали этого служения, они остались. В церкви на протяжении всей истории были люди, знаете, которые по-совому глубоко понимают Библию. И мы тоже видим, что это служение пророка, вот глубоко понять Библию. На протяжении истории церкви всегда были люди, которые очень хорошо понимали общество. То есть они видят вот, что происходит в обществе, и они вот говорят, что будет с этим обществом. Это тоже служение пророка. Ну, вот несколько примеров приведу. Один пример – это основатель армии спасения. Он жил в конце 19-го столетия, в начале 20-го столетия. И вот когда началось 20-е столетие, немножко больше 20 лет назад, он сказал о том, какая будет церковь в 20-м веке. Послушайте, пожалуйста. Он сказал, что нас ожидает... Какие опасности ожидает церковь в 20-м веке? Он сказал следующее. «Религиозность без Духа Святого, христианство без Христа, прощение без покаяния, спасение без возрождения, небо без ада». Вы знаете, вот сегодня, когда анализируют его выражение, этого человека, то, что он сказал о опасностях церкви, и смотрят на сто лет, которые прошли, вот после того, как он сказал это, ну, это точно. Вот точно так сегодня прожило христианство. Или еще один человек, вот 60-е годы, вот это вот десятилетие, 60-е года. Два очень знаменательных события этого десятилетия, допустим, если говорить о Соединенных Штатах Америки. Первое – это человек на Луне, и второе – это убийство президента Кеннеди. И вот, знаете, вот так вот, может быть, анализируя события вот этого десятилетия, вот в то время на первой странице, на главной странице газеты, вот поместили сразу две фотографии, две статьи. То есть одна статья говорила о том, что вот за это десятилетие человек поднялся на Луну, высадился на Луну, и убийство президента Кеннеди. Один из христианских проповедников тоже сказал вот такую вот фразу, которая стала очень знаменитой, как подтверждение, как пророческое высказывание, посмотрел и сказал, что человек на Луне, но на земле – ад. Человек на Луне, но на земле – ад. Вот это вот служение пророка, понимаете, да, братья и сестры? Это не человек, который приходит и говорит, что вот так говорит Господь, но это человек, у которого есть такой проницающий взгляд. То есть он понимает Слово Божье, он видит общество, очень хорошо видит общество, и вот Господь дает такую способность людям, что они могут говорить. Следующее – это евангелисты. Это такой дар. В понимании этого служения есть некоторые сложности. То есть, скорее всего, понимание отличается от того, как понимаем сегодня его мы. То есть сегодня для нас с вами евангелист – это человек, который собирает стадионы, который проповедует по телевидению или по радио. Ну, евангелист – это человек, у которого есть способность объяснить Евангелие неверующим ясно и доступно. Скорее всего, вот, братья и сестры, в то время это были немножко другие люди. Почему так можно говорить? Я не говорю, что это дар неправильный сегодня, дар евангелиста, но вот если учитывать, что имеет в виду апостол Павел, и быть точным, и это очень интересно опять, все-таки евангелисты – это были люди, которые были очень-очень близки к апостолам. Почему? Слово «евангелист» в Священном Писании в Новом Завете встречается три раза. Первый раз оно встречается здесь, один из трех раз встречается здесь, в послании к Ефесинам. Помните, Филипп в книге «Деяния апостолов» назван благовестником или евангелистом. И к Тимофею апостол Павел обращается и говорит, что совершай дело благовестника. То есть два человека, которые в книгах Нового Завета названы евангелистами или благовестниками. Вы знаете, вот если мы найдем с вами что-то общее между Тимофеем и Филиппом, мы с вами поймем вот служение того времени. А общее между Тимофеем и Филиппом было следующее, что это были помощники апостолов. Это были помощники апостолов, это люди, допустим, если Павел не мог куда-то поехать, пойти, он послал Тимофея. Точно так же и Филипп – это был один из семи дьяконов, которого избрали на служение. То есть мы делаем такое предположение, что все-таки, когда Павел писал это послание, евангелисты были люди, были очень близкие помощники апостолов, которые очень часто выполняли служение апостолов, где они не могли. Пастыри-учители, вот так вот коротко заканчивая уже, если апостолы, пророки и евангелисты – это люди, которые, скажем, путешествовали, насаждали церкви, пастыри-учители – это уже служение в поместной церкви. Это вот основная разница. Апостол, пророк, евангелист – это люди, которые ходили, насаждали церкви, проверяли церкви, посещали церкви, а пастыри-учители – это уже поместная церковь. И в отличие от апостолов и пророков, пастыри-учители – это то, что передается. Павел говорил Тимофею, «Что слышал от меня при многих свидетелях, передая верным людям, которые были бы способны и других научить». То есть способны научить – это передается. Пастыри-учители – это передается. И вот сегодня то, что мы с вами видим, пастыри-учители – это труд в поместной церкви. Хорошо? И немножко вывод с вами сделаем. Итак, подарок – дар вознесшегося Господа для своей церкви. В общем, что можно сказать? В общем, можно сказать, самый главный дар, который Господь оставил для церкви – это служение проповеди. Это проповедь, это Слово Божье. То есть все эти дары, они именно к этому сводятся. Для чего это нужно? «Совершение святых» – это 12 стих. «На дело служения, на созидание тела Христова». Очень интересное слово «совершение». В русском языке его очень тяжело понять. Если вы читаете по-английски, то, может, как-то вас больше поймете. Но «совершение» – это чтобы достигали совершенства. «Совершать», то есть достигать совершенства. Язык оригинала – очень-очень интересное значение. Говорят, что на языке оригинала – это медицинский термин. «Совершение святых» – это медицинский термин, который обозначает восстановление слованных конечностей. То есть вот когда человек восстанавливал слованные конечности, это и говорили «совершение». Вот очень интересный вопрос. Как вы думаете, чем должна быть церковь? Какие функции должна выполнять церковь? Должна ли она выполнять функции армии или больницы? Армия или больница? Все вместе. То есть нет такой армии, в которой не было бы хорошей больницы. Если в армии нет хорошей больницы, то раненые будут умирать. Но все-таки армия должна оставаться армией. Церковь – это армия. Это люди, которые идут в мир, благовествуют, говорят, живут. Но церковь – это еще и больница. Еще одно очень интересное использование – это слово в книгах Нового Завета. Евгения, когда Петр и Иоанн, они чинили свои сети. То есть если мы хотим с вами понять значение слова «к совершению святых» – чинить сети. Вот как можно было чинить сети? Чинить сети – это значит, их опять сшивали, опять медицинский термин, что-то делали, сшивали, чистили. Для чего? Для того, чтобы приготовить на завтрашний день, чтобы можно было пользоваться. Это вот задача церкви. В чем смысл проповеди? Почему мы сегодня проповедуем? Для чего мы сегодня с вами проповедуем? Для чего мы слушаем проповеди? Только чтобы получить удовольствие, о чем-то порассуждать. Нет, братья и сестры, во-первых, Слово Божие, оно лечит нас. Оно сегодня лечит. И оно нас с вами готовит. Готовит к служению. Это очень интересно. Вы знаете, вот 12 стих – к совершению святых на дело служения. Оказывается, апостолы, пророки, евангелисты – это не единственные служители в церкви. Служители – все мы. Все, кто слушает проповеди – служители. И вот смысл и жизнь церкви в том, чтобы слушать проповедь, потому что Слово Божие, оно вылечит нас с вами. Оно сегодня, оно даст нам силу, приготовит нас с вами, чтобы быть его служителями. И только после этого будет рост церкви. Все. Слово, слушатели, служение, и только потом рост церкви. Вот такой вот интересный порядок. Ну, у меня все. Пусть Господь благословит нас с вами. Аминь.